Качество образования, социальная сфера, жилищно-коммунального хозяйства. 25 госпрограмм, реализованных на территории округа в прошлом году, прошли оценку эффективности. Сумма, которая была выделена на их исполнение, составила более 18 миллиардов рублей. Из них освоено 15,7 миллиарда. Какие программы стали самыми успешными, а кто получил низкую оценку эффективности, расскажет Любовь Пермякова. Финалисты российского конкурса «Самые активные девушки», мисс молодежь «33 девушки» из 5,6 участников, победитель всероссийского конкурса «Доброволец России», победитель всероссийского конкурса «Семья года» номинации «Молодая семья», кавалер ордена «Лучшие молодые» в граждане России, национально-общественная награда «Лучшие молодые» в служащей России. Руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко рассказывает о самых ярких победах, которые в прошлом году принесла нашему региону активная молодежь. В итоге программа «Молодежь Ненецкого округа» стала единственной программой, которая была реализована с высоким уровнем эффективности. Удовлетворительную оценку получили 19 программ. Из них четыре приближены к высокому уровню исполнения. Одна из них – развитие физкультуры и спорта и дополнительного образования детей. В рамках ее реализации было проведено 123 межмуниципальных и окружных физкультурных соревнований. Количество принятых в них участников составило более 8 тысяч человек. 185 спортсменов НАО приняли участие в 31 межрегиональном и всероссийском соревновании. 12 из них стали призерами соревнований. Звание мастер спорта Российской Федерации присвоено пяти спортсменам округа. Вежим Керентьев Александр, еще список кандидатов в юношескую сборную команды России. Также для всех любителей спорта в Ненинском округе за прошлый год было организовано три фестиваля ГТО для школьников и один для государственных и муниципальных служащих. Всего доказать свое право носить значок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вызвались 627 человек. Из них 24 участника были награждены золотыми знаками ГТО – 57 серебряными и 44 бронзовыми. Еще одна программа, которая приближена к высокому уровню эффективности, касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках программы было выполнено 100% запланированной работы в части капитального ремонта сооружений, сети коммунальной инфраструктуры и подготовка их в эксплуатацию в осенне-зимний период. В результате выполненных предприятий количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры по сравнению с 2015 годом снизилось на 19%. Также в рамках программы были выполнены на 100% работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Площадь отремонтированных помещений составила почти 6000 квадратных метров. Высокие результаты показала еще одна программа – реализация региональной политики в сфере международных, межрегиональных, межнациональных отношений. Всего в рамках этой программы прошло более 100 мероприятий, которые объединили более 10 тысяч человек. Это и Международная научно-практическая конференция, Арктическая телемедицина, 6-й форум некоммерческих организаций, ежегодный конкурс «Золотое перо» и другие. Неудовлетворительный уровень эффективности получили всего пять программ по оказанию содействия добровольного переселения в НАУС отечественников, проживающих за рубежом, управление имуществом и земельными ресурсами на территории региона, программы обеспечения общественного порядка противодействия преступности и коррупции и программы по развитию энергетики и охраны окружающей среды. По результатам анализа им направлены рекомендации проанализировать причины, повлиявшие на низкие показатели, усилить контроль за ходом реализации, а также повысить качество планирования мероприятий.